Друзья, всем привет! Начну свой спич с такой истории. Я понял, что бокс это очень опасный вид спорта, когда увидел тренера, сидящего одного в спортивном зале и разговаривающего с грушей. На самом деле это очень распространенное мнение. Все считают бокс достаточно опасным для здоровья видом спорта. В этом есть достаточно много оснований, но и в первую очередь, потому что большое количество ударов приходится именно по голове. Соответственно, любой удар по голове, он приводит к травме, к микротравме головного мозга. За счет чего происходит эта травма? Собственно говоря, мозг у нас плавает в определенном веществе. Я просто не медик, с точки зрения терминологии не готов правильно вам интерпретировать, но мозг у нас находится в определенной оболочке. И при любом ударе по голове, соответственно, вот эта вся конструкция, она сотрясается. Соответственно, мозг получает определенное давление, определенные нагрузки. И определенное количество клеток головного мозга неминуемо отмирает и гибнет. Друзья, такая же точная ситуация происходит при употреблении алкоголя. И более того, скажу, что при резких движениях, например, при беге, при резких ударных нагрузках, точно так же происходит небольшое сотрясение головного мозга, если техника у вас неправильно выстроена. Значит, как можно минимизировать и вообще фактически убрать, ну, наверное, убрать нет, а минимизировать, насколько это возможно, нагрузку на головной мозг? Сейчас, да, на соревнованиях, допуск на соревнованиях по боксу допускается только с применением МРТ. То есть в этом смысле есть определенный подстраховок, раньше такого не было. Боксируют спортсмены в перчатках. То есть удар происходит все равно определенной подушкой. Если мы берем любительский бокс, тем более, ну, некие спарринги внутри спортивного зала при нормальном тренере, это большие перчатки. Я боксирую, заставляю ребят боксировать в перчатках не менее 16 умниц. То есть это большая подушка, соответственно, ударная нагрузка не такая высокая. Следующий момент. При попадании в голову все равно неминуемо у вас происходит микро-такое сотрясение. Микро. В советской школе бокса существовала такая тенденция, традиция держать подбородок опущенным. Это крайне правильно, потому что вы минимизируете возможность попадания руки в подбородок. То есть попадание в подбородок неминуемо ведет к воздействию на вот этот троичный нерв, так называемый, и нокаут или нокдаун. Ну, физиологическая нокаутная штука. Если не происходит нокаут или нокдаун, то рука попадает, например, в верхнюю часть головы. Может происходить какие-то микротравмы костей лица. Для этого есть шлем, который убирает все эти моменты. Теперь то, что касается головы. Друзья, если вы держите голову, шею достаточно напряженной, то любой удар по голове, мало того, что он не амортизирует, так еще вторая, смотрите, тенденция. Когда прилетает вам удар, голову четко попадает, и вы, например, сразу его не фиксируете, то естественная реакция организма заключается в том, что при попадании удара автоматически шея после удара напрягается. То есть, смотрите, удар попал, первое движение назад, и автоматически я его напрягаю. И с такой же скоростью, потому что мышцы шеи очень мощные, я возвращаю свою чередную коробку в исходное положение. То есть, фактически, мой головной мозг бьется о стенке черепа, как бы это кочувственно и жестоко не звучало, два раза. Соответственно, сейчас немножечко уйду в сторону, расскажу такую историю. Очень часто мне пишут ребята в блог, которые только начинают заниматься боксом, что у них существует проблема, они бьют по мешку, и у них начинает болеть голова. Вот представьте, просто человек бьет по мешку, ни одного удара по голове он не получает вообще, и у него начинает болеть голова. Отчего болит голова в этой ситуации? Я думаю, что многие новички, особенно кто занимается без тренеров, сталкивались с этой проблемой. Друзья, именно от того, что происходит гипернапряжение всех мышц тела. А вот это гипернапряжение, оно ведет к тому, что при ударе у вас часть инерции, часть ударной нагрузки возвращается в тело. Удар, инерция удара должна вылетать полностью в цель. Когда вот эта часть инерции возвращается в вас, условно говоря, в тело и в голову, вы получаете микро-такое сотрясение. То же самое, друзья, во время боксирования. Если тренер выставляет правильную технику, он будет постепенно учить вас расслаблять голову. Обратите внимание, как американские боксеры расслабляют голову во время удара. Вот Сауль Альварес, ну, многие другие. Ну, Везер так не делает, но сейчас очень много классных боксеров используют эту технику. Их накрукировать фактически невозможно. Потому что во время точного попадания руки в голову, боксер просто расслабляет мышцы шеи. К чему это приводит? Ну, назад голова не откидывается. Но когда идут попадания более-менее точно в нижнюю часть головы, то просто разворот головы. И когда мы отворачиваем голову от удара, сопровождая, условно говоря, перчатку своей головой, мы фактически нивелируем всю ударную нагрузку. Эта техника достаточно сложная, тяжелая. Но американцы ее вот здорово используют. И сейчас многие у нас в России начинают тоже постепенно-постепенно адаптировать, применять, практиковать. Вот я, в принципе, тоже самое делаю зачастую. Поэтому большое количество вот этих ударов, которые фактически точно прилетают мне в голову, я снимаю за счет расслабления головы. И все. То есть я немножечко напряжение срабатываю, и рука не создает никакой ударной нагрузки для моей чуть-чуть на коробке. Друзья, это важнейший момент для того, чтобы остаться в боксе долго, долго боксировать, нормально чувствовать себя, не получать личных ударов в голову. Вспомните великого Мухаммеда Али, который закончил болезнью Паркинсона. Это большое количество ударов, которые прилетало ровно в голову. И вспомните Бернарда Хопкинса, который в возрасте 52 года еще боксировал на ринге, выносил 25-летних ребят и был абсолютно чемпион мира по боксу. Прекраснейшая техника, вот эта работа за счет расслабления шеи, то есть правильный подход к боксу. Поэтому, друзья, чем более правильно вы подойдете к боксу, чем более качественно будете следить за своим здоровьем, и выставлять технику защиты, в первую очередь, тем в меньшей степени вы будете получать вот эту травмоопасную ситуацию, которая позволит вам, скажем так, или наоборот не позволит вам долго оставаться в боксе и заниматься спортом. Соответственно, вот это расслабление шеи, друзья, ведет вторую составляющую. То есть вы начинаете более адаптивно защищаться, вы начинаете больше работать корпусом, передвигаться, и вообще защита у вас становится универсальной. Очень здорово эта техника используется, посмотрите, вот с ребятами школы Виктора Петрощенко. Ну, мне просто нравится подход, многие меня тоже за него критикуют. Дмитрий Перон, прекрасный боксер. Максим Власов, ну, колоссальный бой, смотрите, с Джо Смитом закатил. Именно вот такой подход, который позволяет боксировать от защиты колоссального высокого уровня, и не получать травмоопасную обратную связь в голову. Друзья, всем удачи, здоровья, в первую очередь, спорта. Подходите к боксу, к жизни, к любым сложным ситуациям правильно. Можно заниматься всем, но с головой, максимально сохраняя свое здоровье, свой интеллект и, собственно говоря, свое желание заниматься боксом. Всем удачи!